Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Я думаю, наши зрители догадались. Сегодня мы говорим о легендарном жуке Volkswagen Beetle. Я приехал на машине 1970 года выпуска. А ты? А я приехал на машине 2015 года выпуска. Это третье поколение жуков Volkswagen The Beetle. И перед тем, как мы начнем препарировать наших насекомых, я предлагаю вспомнить о сооснователе этой машины. Ферданти Порше. Немецкий изобретатель, создатель жука. И он также стоял у истоков создания знаменитейшей фирмы Порше, которая названа в честь его имени. Правильно. Гениальный инженер. Не мог сделать плохую машину. В 1933 году в Германии известный конструктор Фердинанд Порше предложил свой вариант народного автомобиля. Была поставлена задача снизить стоимость до тысячи немецких марок. Цены посильной для средней семьи. В 1938 году автомобиль приобрел свой вид, известный всему миру. Скругленный обтекаемый кузов. Особенностью машины стало расположение двигателя за задней осью автомобиля. Оппозитный двигатель объемом чуть меньше литра был продольно расположен и сблокирован с коробкой передач. Машина имела задний привод. Это, а также воздушное охлаждение мотора снижало стоимость его производства. У машины не было рамы. Усиленное плоское днище стало основой конструкции. И подвеска, она была такой же, как и на боевых танках. Независимый и торсионный. Это обеспечивало потрясающую плавность хода и надежность конструкции. Открою вам секрет, коллега. Мы с вами совершенно не похожи на покупателей Volkswagen 1-го поколения. Почему? Ну, потому что в то время это был символ возрождения послевоенной Европы. Обычные простые люди пытались пересесть с мотоциклов, велосипедов на настоящие машины. И пытались накопить деньги. И в то время это была доступная машина, она стоила около полутора тысяч дочь марок. Ну, кстати, и новый свет пересел на Volkswagen 1-го. Вся Америка, собственно, вся молодежь каталась на этой машине. Сколько сейчас стоят эти машины? Ну, в той же Америке она стоит от 5000 долларов. Но, к сожалению, в России рынок таков, что найти машину дешевле полумиллиона рублей сложно. А если вы хотите хорошую машину, отреставрированную, то готовьте больше миллиона. Больше миллиона. Тогда проще купить современную. А сколько она стоит? Вот эта машина, двигатель 1,2, автоматическая коробка передач. Миллион сто. Пожалуйста, забирай с салона. Да? Есть в наличии? Конечно. Я думал, в Мексику нужно лететь, где их собирают. Нет, они уже привезены в Россию. Удобно. Но, честно говоря, даже с такой ценой машина не станет народной. Да, согласен. Цена ненародная. Автомобиль мог стать по-настоящему народным. Именно так с немецкого переводится слово Volkswagen. Был построен завод, но в производство машина не пошла. Только после Второй мировой войны был выпущен первый серийный «Жук». Низкая цена, надежность, комфорт, удобство, стильный дизайн. Можно долго описывать успех «Жука». Но только один факт говорит о многом. Это самый массовый автомобиль в истории человечества. С 1938 по 2003 год было выпущено 21 529 464 автомобиля. На базе «Жука» были созданы грузовые автобусы под серией «Т», которые в итоге превратились в новый класс машины – микроавтобусы. И «Жук» стал родоначальником «Багги». Разомплектованные «Жуки» для гонок по песчаным дюнам Калифорнии стали основоположниками этого транспортного средства. На базе «Жука» был создан первый «Порше 356». Многие узлы и комплектующие «Жука» были использованы в первой модели. Официально автомобиль никогда не назывался «Жуком», а именовался «Фольксваген 1200», потом «ВФАУ 1300» или «ВФАУ 1600», в зависимости от объема двигателя. Только в 1998 году второе поколение машины начало называться официально «Нью Битл». Разработанной американскими дизайнерами для американского рынка эта модель не имела большого коммерческого успеха. Круглая крыша, прочерченная словно циркулем, выделяла машину из потока, но он остался нишевым авто для девушек, не достигнув заявленных объемов продаж. Реинкарнацией и легендой в третьем поколении занимались уже европейские дизайнеры. В 2011 году был представлен новый «Жук», получивший краткое название «Битл». Крыша стала более плоской, кузов крупнее. Он больше по обводам напоминает дедушку и метит как в женскую, так и в мужскую аудиторию. Но в одну цель он уже попал. На сегодня это самый яркий и веселый автомобильчик в линейке выверенных и от этого немного скучных авто «Фольксваген». Ренат, в этой машине, как и во многих гениальных автомобилях, форма следует за содержанием. Мотор сзади, привод сзади. Логично? Логично. Как на твоей машине? Мотор спереди и привод спереди. Ничего лишнего. Не нужно ставить кардан? Конечно. Экономим. Экономим, лишние детали. Я тебе скажу больше. Экономили даже на стеклах. На прототипе не было заднего окна. Но потом на серийных машинах, да. В серию оставили. Маленькие только. Да, два маленьких окошка. По сечению времени это окошко все увеличилось и увеличилось. Но вот эта машина 70-го года, здесь уже большое окно. Да. Глеб, посмотри. Машина третьего поколения практически классический жук. Практически. Один в один. Какие очертания? Более приплюснутый силуэт. Узкая линия остекления. Но вот эта линия крыши и задней части повторяет твой автомобиль. Да, немножко более ровная крыша. И более резкий спад. Но вот если приглядеться, машина практически похожа. Наверное, за это люди и платят деньги. Внучок-то пародист. Конечно. Он, по-хорошему говоря, повторяет линии классического жука. Но. А круглости? А круглости. Он шире на 30 сантиметров. Длиннее на 20. Так. И посмотри, какие красивые колесные арки с красивыми фарами. Так и вижу, все как поцарапанные, уже приложенные. Нет? Их же не видно из-за руля. Не видно из-за руля. Да, согласен. Можно поцарапать, паркуясь рядом с бордюром. Но есть парктроник. Это же современный автомобиль. Он запихит, когда ты будешь подъезжать очень близко к бордюру. Ну хорошо. Другая машина тебе никакой не напоминает? Ну, ты сейчас хочешь сказать, что маркетологи этой компании, Volkswagen говорят, что эта машина напоминает другой автомобиль, которому приложил руку Фердинанд Порше. 9.1. Тебя послушать, у тебя Фердинанд Порше все машины создал. Конечно же. 9.1.1 современно, но никак не похоже на Volkswagen Jog. Слушай, ну вот на той стороне припаркован красивый голубой Porsche 911. Поехали, сравним. Ну давай. Пока владелец этого красивого голубого Porsche отлучился, мы выставили в ряд своей машины, чтобы сравнить, насколько очертания современного Битла, современного Жука, соответствуют очертанию Porsche 911. Глеб, твое мнение? Ты знаешь, Ренат, мне кажется, Porsche 911 нужно сравнивать не с твоим автомобилем, а с моим, потому что просто по компоновке они гораздо ближе. То бишь, мотор за задней оси, не забывай об этом. Да. Твой Жук, это в принципе, ну такая фикция, по большому счету. Это переднемоторный автомобиль, который втиснут в заднемоторный дизайн. По сути, да, это просто дизайн. А тележка совершенно банальная и базовая. А 11 Porsche сохранил уникальную компоновку, уникальнейшую, которую именно той любимой Фердинанды Porsche, собственно, и заложил в Жуке. Классический Жу. Да, и в классических Porsche. Поэтому, конечно, сравнение имеет место быть, но это совершенно разные машины, как по цене, как по, собственно, своей идее, задумке, скорости и целеполаганию. Поэтому, в принципе, это разные машины, да, но идеи похожи. Ну, я считаю, что современный Жук и 911 по очертаниям не похожи. Ну, и слава богу. А вот маркетологи могут многое писать. Давай сделаем по-другому. Давай выйдем из кадра, и пускай наши зрители сами сравнят эти машины и примут свое решение. Хорошая идея. Выходим. Глеб, демонстрируй свой багажник. Вот такой большой дут. Я уверен, что там пространство вот такое. Ну, конечно. Давай. Такой умный, открывай сам. А. Слабенький? Ну, давай, давай. Слушай, и, наверное, он стоит очень дорого. Сейчас открою, сломаю. Давай, давай. А сил не хватит? Ну, давай, давай, давай. Как сил не хватит? Машина сколько весит? Или сил, или что, или знаний. Смотрите, когда машина качается. Я один ее могу качать. Так, так. Не ломай холодильник. Показывай, как она открывается. Целая история. Надо пройти. Открываем бардачок. Открываем бардачок. Дергаем за рычажок. И напеваем песни группы Битлз. Так. Пробуй. О. Ой. Какая-то она живая крышка у тебя. Ничего не сломал? Посмотрите, это разве багажник? А что это? Или какая-то ступенька? Перчаточный ящик, по-твоему? Да, увеличенный перчаточный ящик. Зимний вариант. Скажи, а что вот здесь вот за ступенька? Какая-то полая. Диван. Диван? Диван. Третье место. Третье место. Это бензобак. Отлично, бензобак. Представляете, спереди бензобак. И что? То есть при ударе фронтальном. Что будет? Надо просто знать, куда ехать и не курить в машине. Вот и все. Показывай свой перчаточный ящик. Давай, давай. Вот смотри, аккуратно. Подходи ко мне поближе. Виски? Отличного пространства. Прекрасно. Причем, если ты откинешь заднее сидение, то получишь еще дополнительное место. Можешь что-то перевозить. Так и вижу тебя с рассадой. С рассадой, да. С внучатами. С цветочной рассадой. С цветочной рассадой. Закрывай. Все-таки багажник у современного круче и больше. Ладно, один-один. А сейчас, Ренат, приготовься. Покажу тебе легендарный воздушного охлаждения агрегат четырехцилиндровый оппозитный. Да. Это двигатель. Находится в правильном месте. В задней части автомобиля. Ну, конечно. Ну, что он тебе напоминает, скажи мне? Какую марку? Слушай, ну, конечно же, Porsche. Правильно, классический Porsche. Трехцилиндров меньше. Оппозитник. Да, неубиваемый оппозитник. Старая добрая конструкция. Ну, покажи, что у тебя под капотом. Ну, у меня, конечно, посовременнее. Смотри. Во-первых, какое большое пространство. Опа! Здесь два мотора можно поставить. Да. Ну, а какой расход топлива? Ну, во-первых, здесь 1,2 турбированный движок. 105 лошадиных сил. Так. 10 литров показывает мой бортовый компьютер. Хватает на 22 тонны веса машины? Ну, не 22 тонны. Тут 1300 килограмм. Сколько? 1300? Это с тобой вместе? Нет, это без меня. У меня машина от раза в два легче. Наверное. Да. То есть, у меня 750 килограмм весит. Ну, она есть. Снаряженная масса, есть полная. Неважно, смотри, гамбургер съел или нет. А что это вот за палочка, которая такой очень голодой стоит? Ну, как это стойка держит, куда-то крышка капота. А что? Гидра. Какого года машина? 70-го? 2015-го. 2015-го года, и палочка все подставляешь. А что, почему нет? Ну, потому что, смотри, у меня машина 70-го, а все работает гораздо лучше. Да ладно, покажи. Ну, смотри. У тебя, раз, там нету стойки? Потрясающая конструкция. Все придумано давным-давно. Ты просто поднимаешь, и она держится. Все. Это гениально. Слушайте, действительно, вообще, машина какого? 70-го года? 70-го года. Раз, опускаешь, и хоп, все. А потребление какое? Потребление, ну, максимум литров 8, причем топливо, в принципе, любое может литьить. 8 литров на 100 километров? В Бразилии на спирту ездили. На ты что? Короче, положил на обе лопатки. Первое, что образуется в глаза в интерьере Volkswagen Жука классической модели, это, конечно, большая приборная панель в цвет кузова. Только в отличие от современных реинкарнаций, где на всем экономят и делают из пластика, здесь все сделано из настоящего металла и покрашено в этот же замечательный вишневый цвет, как и весь автомобиль. Что еще интересного? Во-первых, симметрия и вот эти примитивные черненькие рычажки. Они расположены одинаково с правой и с левой стороны, и, в принципе, больше здесь нет ничего. Скромный карман в дверях, ручка, естественно, механического стеклоподъемника, ну, собственно, форточки. Пожалуй, все. Первое, что бросается в глаза в салоне современного Жука, это яркие пластиковые травмобезопасные панели. Они идут по всей двери, в верхней части двери, по торпеде, и вы можете выбрать цвет этих панелей на свое усмотрение. Перчаточный ящик. Посмотрите, это дань классическому Жуку. Место, ну, вот ручку положить и, может быть, пару перчаток. Большой бардачок ниже. И еще одна деталь. Резинки в дверях, чтобы в бутылку было удобно закрепить. Хотя, на мой взгляд, пластиковые карманы более привычные и удобнее. Друзья, мы с вами сидим в более поздней версии. Это машина 1970 года выпуска. И, как видите, кресла более современные, с интегрированными подголовниками. На более ранних машинах, конечно же, всего этого не было. Были низкие спинки, сесть было не так удобно. Хотя, между нами говоря, и до сих пор машина не отличается феноменальной эргономикой. Вы очень плотно прижаты к совершенно плоской двери. Здесь вы видите механический стеклоподъемник, что, в принципе, естественно. Педали сдвинуты правее, ближе к центру, ближе к оси машины. Поэтому, в принципе, для поклонников идеальной эргономики здесь есть пару неприятных сюрпризов. Кресло здесь удобно, с боковой поддержкой. Пространства много над головой. Но, на мой взгляд, педальный блок очень близко расположен к водителю. По всей видимости, двигательный отсек так же близко расположен к салону. И вот не хватает места. Хочется отодвигаться, но становится неудобно. Поэтому вот есть такой маленький нюанс. Возможно, это мои личные пристрастия. Жук. Он такой один. Вы чувствуете себя совершенно в уникальной машине. Несмотря на то, что Volkswagen Жук был выпущен тиражом много-много-много миллионов, вы чувствуете, что все было сделано для вас. Но очень экономично было сделано. Например, прибор, собственно, у вас один. Это спидометр, никакого тахометра и так далее, температура или давление. Масло вы здесь не увидите. Только уровень топлива и, собственно, одометр, сколько километров намотала машина. Радио, я считаю, вообще роскошь для этой машины. Собственно, огромный руль и форточка. Мне кажется, все. Больше здесь нет ничего. Внимательный зритель увидит плетеную полку внизу приборной панели. Она, в принципе, точно удобно, дополняет бардачок. Но мне кажется, это более позднее дополнение. Хотя очень стильная и подходящая машине по дизайну. На мой взгляд, как ни старались прыгать яркими панелями, но вот этот салон Volkswagen, он здесь присутствует. Квадратиш, практиш, унифицированный. Давайте сыграем в викторину. От какой модели тот или иной блок в этой машине. Климат-контроль. Гольф пятый. Вот эти воздуховоды. Если кто ездил, то это Кэдди. Мультимедийный блок. Он стоит на многих моделях Volkswagen. А руль и приборная панель подсказывают от непопулярного в России маленького Volkswagen Up. Поэтому, как ни пытались сделать салон ярким, оригинальным, не получилось. Точнее, получилось наполовину. Все-таки хотелось более сумасшедшего, запоминающегося, как, например, у Мини. А теперь проведем наш стандартный тест на выживаемость на заднем сидении двухдверного автомобиля. Вернее, как просто, либо сложно залезть на задний диван и вылезти из него. Попробуем? Давай. Ох, какой вы вёрткий юноша, молодец. Все-таки старичок уже. Ну что, коллега, как вам на галерке старого жука? Слушай, мы записываем шестой дубль этой сцены. Я, если честно, вспотел, мне уже приступ к лаустрофобии. Мне нравятся эти ручки-петли, но мне хочется быстрее выйти. А почему тебе нравятся? На троллейбус, похоже? Да, советского времени. Да, ладно. Смотрите, как носило пассажиров вот здесь. Нет, не представляю. Это Volkswagen жук. Он тарахтит, едет по прямой, не торопясь. Это же не Porsche тебе. От барона на пляжи? Да, и обратно. Но не было в жука. Не было и Porsche. Правильно мыслите. Я рад, что интерьер белый, потому что это был тёмный. С мастером к лаустрофобии накрыл бы всех. Ну, крыша, вот я реально сижу и подпираю головой крышу. Смотришь, на кочке. Раз, и... И всё. И шишка награде. Мы найдем такую обязательно кочку для вас специально. Багажник встроенный. Посмотрите, потрясающе, как сделано. Вот, например, поехали на пикничок. Забыли рыбу на неделю, например, и сразу вспомнили. Все очень удобно, кстати, сделано. И, обратите внимание, масса потрясающих опций, которые феноменальный комфорт дали. Это четырёхзонный климат-контроль. Его здесь нет. Столики из орехового дерева. Их тоже здесь нет. Даже кристаллические дисплеи выезжаете. Их вообще здесь нет. Чего нет, да? Как здесь вот дышать, скажи мне? Здесь есть специальная функция. Называется двухсторонние форточки. Коллега, продемонстрируйте. Это потрясающе. Быстрее. Вот такая интересная ещё у нас была история. Хочу рассказать нашим зрителям. Хватит, хватит. Жарко, душно. Что дальше? Идём. Куда? Посмотрим второй ряд кресел на современном ЖК. С кондиционером. Да. Ну, хорошо. Давай теперь попробуем на время выйти из этого замкного пространства. Уверен? Давай. Ну, давай. Раз. Раз. Два. Три. Побежали. Давай, давай. Давай, давай. Ничья. Победила дружба. Ренат, сейчас я тебя сделаю. Давай попробуем. Ох ты, как тесно ты здесь. Да. Что это такое? Надо даже кресло не откинуть. Выпустите меня отсюда. Выпустите. Мне даже ноги некуда девать. Что это такое? Слушай, она много пространства над головой. Ну, что у меня над головой сидеть невозможно. Невозможно. Да, посмотри. Ручки, петли. Ручки, петли. Спасибо. Как у тебя в машине. Давиться можно. Нет подлоконника только. Пожалуйста, подстаканник. Вон, даже, пожалуйста, прикуриватель. Мы не курим. Где бензобак? И мне безопасно. Бензобак где у тебя? Бензобак? Да, где бензобак? Садняя часть. Так. Ну что? Честно, вот. Нет? Нет, у меня уютнее. Уютнее. Белый салон. Белый салон. А вот эти, ну что это за амбразуры? Это вообще-то такое приглядываться. Где эти роскошные такие форточки? Открывающиеся причем так очень гадные. Согласен. Слишком много всего стало. Какие-то непонятные. Это что-то такое? Ремни? Неясные, нет. В классическом автомобиле как-то комфортнее. А, слушайте, коллега, а вот это вот, я так понимаю, крышка багажника? Да. То есть, когда будет дождь, да? А давайте мы как-нибудь из коллег попросим открыть и посмотреть, что будет. Наверняка вы увидите, не будут головой. Сейчас мы попросим нашего администратора открыть. Сергей. Сергей. Пожалуйста. Помогите нам, пожалуйста. Открыть багажник. Разрешите наш спор. Мы хотим посмотреть, как будет выглядеть потолок, когда открывается багажник. Вот, во время дождярина я по тебе здесь не рекомендовал находиться. Смотрите. И счет становится. Это большая, большая форточка. У тебя открывались как-то сбоку. Это позор, а ничего. А сейчас решили не экономить, сразу сделать большую форточку. Нет, вы как хотите, коллега. Пока не пошел дождь, я вернусь в свой классический жук. Выходим. Спасибо, Сергей. Глеб, выходи. Хватит. Машина 2015 года. Пахнет свежей кожей. Кто не любит этот запах? Если вы хотите есть на ретро-каре, но с комфортом, то, конечно же, нужно выбирать битл третьего поколения. Можно завестись без ключа. Нажимаем кнопку старт-стоп. И поехали. Не забывайте, друзья, что мы едем все-таки не на Porsche, а на Volkswagen. Поэтому замок зажигания здесь находится не на приборной панели с левой стороны, а с правой стороны, как обычно, под на рулевой колонкой. В принципе, не сразу видно, но если вы, скажем так, два-три раза это сделаете, то уже будете находить замок зажигания без проблем. Передача здесь переключается незаметно. Здесь очень хорошо подобрана семиступенчатая автоматическая коробка DSG и двигатель. Объем 1,2 литра. До 80 км в час мощности достаточно. Но вот после этой скорости уже понимаешь, для этой машинки нужен мастор помощнее. Наверное, это один из самых спокойных классических автомобилей, которые мы с вами тестировали. Мощность моторчика 1,3 литра. Объемом всего лишь, ну, она росла с 40 лошадиных сил. Сколько сейчас под капотом сказать сложно, по ощущениям, ну, не больше 50. Плюс четырехступенчатая механическая коробка передач. Находится она не совсем в привычном месте, поэтому система тяг не дает четкого ощущения от переключения передач. Ну, это особенность, в принципе, всех заднемоторных автомобилей. В общем, все это в сумме дает очень спокойный городской транспорт, который не предполагает спортивные езды. По паспорту машина набирает скорость 100 км в час за 11 секунд. По-современному это тихоход. А вот потребление топлива здесь 9-10 литров на 100 км. На мой взгляд, это очень много. Она кушает больше, чем дедушка, жук первого поколения. Если вы хотите понять, каково находится в салоне классического Volkswagen Juke, представьте себе, что вас посадили в замкнутое пространство, а сзади включили газонокосилку, которая постоянно молотит на повышенных оборотах. Плюс это безумно пахнет топливом. В общем, голова начинает болеть очень быстро. Это, наверное, основные минусы этого автомобиля. Руль здесь яркий, красивый, спортивный, подрезан снизу. Но есть определенная задержка между поворотом руля и поворотом автомобиля. Здесь установлен электрогидравлический усилитель. Если вчитаться в технические характеристики автомобиля, то Макферсон спереди, полузависимая балка сзади. По-хорошему, это шасси четвертого Гольфа. То есть вот этот красивый, модернизированный корпус автомобиля установлен на шасси 15-летней давности. Как и многих классических автомобилей, Volkswagen Juke встречает вас с огромным рулем с тонким обутом. Червячное рулевое управление, забудьте о речном. Это не спортивный автомобиль. Интересная торсионная схема, которая позволяет перемещаться по очень плохим дорогам, потому что, не забывайте, машину разрабатывали в то время, когда о таком ровном асфальте могли только мечтать. Поэтому сейчас мы с вами пройдем лежачего полицейского, и вы поймете, что автомобиль достаточно комфортабельный. Автомобиль яркий, стильный. Он привлекает внимание окружающих. Но есть одно но. За рулем этого автомобиля солидный мужчина будет выглядеть неадекватно. Если только это не фестиваль классических жуков. В остальное время, конечно же, довольно странно будет видеть мужчину за рулем этого автомобиля. А вот девушки любых возрастов будут идеально смотреться. На мой взгляд, третьему жуку не удалось избавиться от образа женского автомобильчика. Volkswagen жук, как и многие классические автомобили, конечно же, притягивает к себе внимание. Но у него настолько позитивная харизма, что вот мы сейчас ехали по Воробьевым горам, останавливаются мотоциклисты, люди машут руками соседних машин. Да, это не слишком оригинально для классического автомобиля, но в Volkswagen жуке ощущаешь себя достопримечательностью города. И никакого отрицательного какого-то влияния или негатива от окружающих мы совершенно не испытывали. Как вы знаете, Volkswagen жук выпускали до 2003 года в странах Латинской Америки. Поэтому в теории вы можете найти такой автомобиль, в принципе, практически новым, ну, достаточно свежим. Естественно, эксплуатировать его каждый день я бы вам не советовал. Но если вы, в принципе, не живете только в Мексике, вам очень тепло, хорошо, и вы готовы мириться с таким низким уровнем комфорта. В России я бы точно не рискнул. Время нашей передачи стекло. Ренат, хорошая новость для тебя. Вот ты любишь так выдвернуть. Ну, давай, говори. Твоя машина скоро станет классической. Ты сейчас говоришь о программе сокращения расходов компании Volkswagen. Совершенно верно. Где они собираются все трехдверные модели снять с производства. И в том числе твой замечательный автомобиль. И сэкономить 5 миллиардов евро. Да. Но ты знаешь, это не будет. Почему? На последней выставке в Нью-Йорке были продемонстрированы 4 ярких концепта на базе The Bittler. Да-да-да, был классный Denim. Да, поэтому я сегодня в джинсовой рубашке. Я думаю, что такую красивую машину немцы под нож не пустят. Даже если пустят, и эта машина будет последним ЖКОМ, то цены на них не так будут стремительно падать на вторичном рынке. Глеб, все, хватит о ценах. Время нашей передачи ретро против современности и стекло. Я Ренат Якупов. Я Глеб Рачко. Прощаемся с вами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова